Работы в сквере в самом разгаре, но уже сейчас видно, что это будет совсем иное качество. О том, чтобы провести реконструкцию территории, жители говорили как минимум последние 10 лет. И вот теперь у города появилась возможность навести здесь порядок по столичным стандартам. Все-таки рядом Ледовый дворец, цирк, губернский парламент и этот сквер – визитная карточка города. Это очень переменная, это очень хорошо. Появились деньги, пришли к вам. Да, это очень хорошо. Мы хотели сказать вам огромное спасибо администрации. Да. Это заслуга губернатора, что мы скажем. Мы все как бы в единой системе управления. В первую очередь заслуга губернатора. Поэтому я вам спасибо. А наша задача с вами проконтролировать, чтобы все было качественно. Ну, хочу сказать еще, Олег Борисович, что действительно общественность, проживающая здесь, в доме Молдогвардейской, уже давно высказывалась о желании по поводу реконструкции сквера. Сквер на улице Молдогвардейской станет, как это и было исторически задумано, одной из главных достопримечательностей Самары. Здесь будет уложено новое плиточное покрытие. Обустроены зоны отдыха и цветочные клумбы. К 1 сентября все работы должны быть завершены. Капитальный ремонт идет с тахановскими темпами и лишь внезапно начавшийся дождь на время останавливает работы. И уже на месте принимается новое решение. Жители дома напротив дворца спорта представили главе города старые фотографии, где видно, что раньше здесь был еще и фонтан. Что значит общественная инициатива? Жители дома обнаружили фотографии этой улицы, где мы явно видим фонтаны. Раз они здесь были, их нужно восстановить. Мною дано поручение проработать сумму затрат, выяснить сумму затрат на устройство фонтанов. И представить эскизное решение. Дан срок неделя. Через неделю мы вместе с общественностью посмотрим, что у нас получается. И по определению сметы будем искать деньги. Не менее важным для центральной части города является эсквер 30-летия Победы на Самарской площади. Глава города осмотрел, как идут ремонтные работы. По словам строителей, фонтан, который был разобран, находился в аварийном состоянии. Все конструкции металлические были уже сгнившие, трубы тоже в недлежащем состоянии сгнившие. Все необходимо было менять и коммуникации, и саму чашу фонтана. И он обретет просто вторую жизнь. Он будет в том же практическом исполнении, только уже с применением новых технологий. В том, что фонтан в обновленном виде будет намного лучше старого, сомнений нет. Ко дню города он может быть уже запущен. Вот только пока идут работы, подрядчик не удосужился оградить это место, что недопустимо. По организации работы только есть замечания. Значит, надо огораживать более тщательно. Вот посмотрите бы еще каски, спецовка, ботинки. Я думаю, здесь можно много нарыть нарушений. Вы – организация, которая позиционирует себя как лучшая организация в области. Значит, и следите соответствующим образом. К летнему сезону в Самаре уже запущено 35 фонтанов. Но счет к новым гидротехническим сооружениям будет продолжен. И прежде всего на тех улицах, где исторически уже были фонтаны, и их необходимо только восстановить. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok